Не хотелось бы к эндокринологу, не неврологу. У меня немножко проблемы есть. Следить за своим здоровьем и консультироваться со специалистами нужно в любом возрасте. Но пожилым людям это необходимо делать регулярно. Зоя Худоярова проходит плановую диспансеризацию. К своему здоровью относится очень внимательно. Слежу за давлением, слежу за сахаром. У меня немножко сахарный диабет. Признали. Я слежу. Уровень держу. Каким способом? Диетой. Соблюдаю. Это строго, как положено. Пройти всех необходимых врачей и сдать основные анализы помогла организованная руководством клуба «Активное долголетие. Диспансеризация». Для желающих выделили несколько кабинетов. По маршрутному листу долголеты могли пройти обследование без очередей. Не тратим мы много времени. Быстро проходим все кабинеты. Вот сейчас и глазной можно пройти, и ЭКГ сделать, и измерить давление. И все остальное, как говорится, это хорошо организовано. Спасибо нашим руководителям администрации долголетия. А чтобы поддерживать здоровье самим, врачи рекомендуют регулярно заниматься физическими упражнениями. Скандинавская ходьба, дыхательная гимнастика «Цигун», общая физическая подготовка – прекрасная возможность держать себя в форме. И такие занятия регулярно проводятся в «Активном долголетии». Полина Бахова, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».